Всем привет! Сегодня у нас стоит подписчиться. Сейчас я зачитаю письмо, мы с вами его потом обсудим, дадим комментарии. Если вы считаете, что такие видео мне на канале полезны, ставьте лайк, распространяйте в соцсетях. Давайте приступим. Здравствуйте, Галина! У меня есть история еще не законченная. Три года назад я познакомилась с парнем в сети. Он иранец, учится в Турции. Общались около полугода в сети, затем я прилетела на отдых в Аланью. Он когда-то узнал это, приехал ко мне, и мы с ним великолепно провели время. Он очень внимательный, ненавязчивый, как и большинство турок. Здесь остановлюсь, он же не турок, он иранец, он просто живет, учится в Турции. Поэтому менталитет турецкий к нему я не считаю, что очень сильно будет применим. Не то, что немножко, он от турок, конечно же, отличается. Покорил мое сердце своим отношением ко мне, и у нас завязались отношения. На протяжении следующего года мы общались каждый день напролет. Он приехал ко мне в Беларусь на пару дней, на Новый год подарил мне билет в Турцию. Летом я тоже была у него около месяца. В общем, в любое удобное время мы старались увидеться. Разлуку переживали очень болезненно, как я, так и он. Летом прошлого года решили, что мне нужно переехать в Турцию. Я на данный момент учусь заочно и параллельно отрабатываю обучение в колледже два года. Один год уже прошел. Весь этот год я работала, как никто, откладывала деньги, чтобы заплатить за оставшийся год работы. А он весь этот год был дома в Иране из-за коронавируса, у него было онлайн обучение. На протяжении всего времени у нас большое количество ссор, и во всех этих ссорах плохая я. Что-то не так сказала, не так поступила, не то надела и так далее. Я все это терпела и ссылалась на то, что мы из разных стран, разных культур, и пытались услышать. Я пыталась услышать его и справиться. Ведь я его люблю. Здесь я могу даже прямо сейчас остановиться, это большая ошибка, тянуть все на себя, виновата я. В общем, он свои какие-то комплексы замещал на вас, свои личные проблемы, скажем так, да. А вы и рады стараться, подстраивались под него, себя меняли очень зря. А теперь по факту, в какой ситуации я нахожусь сейчас. У меня стало в два раза меньше друзей, потому что он запретил общаться с ними. Я поменяла весь свой гардероб, я не посещаю такие заведения, как бары, бассейны, спортзалы и так далее. Я нахожусь на улице максимум до 21.00. Я осознаю, что я делаю и для чего. Этот человек мне дорог, я готова идти на уступки, но стоит мне хоть немного оступиться или происходит скандал мирового уровня. Я и выслушиваю то, как я плохо поступила. И стоит мне хоть раз попытаться возразить, у него в тот момент глаза просто кровью наливаются. Самое страшное, что он злится и себя накручивает до такой степени, что мы не спим всю ночь. Оба бьемся в истерике. Очень часто речь стала доходить до разговоров о суициде с его стороны. Казалось бы, это просто слова. Но он реально берет нож или садится в открытое окно. Я очень устала от этой психологической давки. Эмоционально истощена до такой степени, что нет никаких сил. Я даже скажу, это называется эмоциональный терроризм. Я делаю все, что возможно с моей стороны. При этом я плохая, вы всегда такой плохой и будете. Потому что проблема в нем, вообще проблема с головой у человека. Постоянно я раню его и довожу до истерик. Я не хочу с ним расставаться. Вы хотите продолжение, получается, да, отношений? Ну и продолжать такие отношения я не могу и не хочу. Вот это самое главное. Я не хочу расставаться, но отношения хочу. Вы определитесь сначала, что вы хотите. На ложку два горошка не получится. С его семьей я знакома. Его родители ко мне неплохо относятся. С мамой хорошо мы общались, обменивались подарками на день рождения. Она постоянно мне писала, какая я хорошая и как я ей нравлюсь. Но после ссор мама и брат мне написывают, чтобы я его оставила в покое, сменила номер телефона и ушла его жизнью. Я прям здесь сразу, может, прислушаться к его родителям. Он не слушает родителей, ругается с ними за меня и говорит мне, чтобы я не отпускала руки и боролась за наши отношения. Чистый невротивый. Я уже не могу бороться, когда на протяжении длительного времени ты ставишь человека на первое место. Вот она ошибка, да. Делаешь все для него, конечно. Я также допускаю ошибки, но за эти ошибки меня раскатывают бульдозером. Эмоционально убивают. Интересно услышать ваше мнение. Я очень нуждаюсь в нем. Заранее большое спасибо. Вы же хотите услышать мое мнение, да. И извините, конечно, но я вас поддерживать в этой ситуации не буду. Расскажу процессы, что как происходит. Выводы делать вам. Поддерживать я сразу говорю не буду. Почему? Потому что эти отношения токсичные, разрушительные. Мама от них плохо. Они вас не делают лучше. Они вам делают только хуже. Этот человек в том числе. Поэтому успокаивать вас, говорить, что все будет в порядке и так далее. Или давать какие-то такие, знаете, обтекаемые фразы, да. Советы же психологи не дают. Ну, в общем, успокаивать вас, понижать вашу тревожность и говорить, что все будет нормально, я не буду. Потому что я не хочу, чтобы вам было плохо. Я не хочу вообще, в принципе, на себя подобную риски брать, ответственность определенную, да. Я, в общем, даю себе отчет. Я хочу вас, может быть, отрезвить. И, может быть, тогда вы ко мне прислушиваете. Вы уже не слушаете его маму с братом. Почему? Вы потому что чистый невротик. У вас все, вот, если вы всегда смотрели мои видео, девчонки, которые постоянно смотрят уже, кто у меня на марафоне участвует. Они многие термины знают, гуглят, читают книжки на эту тему, да, специально. Многие уже в этом разбираются, да. У вас чисто невротическая зацепка и фраза, да. Я уже не хочу расставаться, но я не могу и не хочу продолжать отношения. Вы не понимаете, что вы хотите. Почему вы не можете остаться, потому что слишком много боли. Вам кайф от процесса, как вас раскатывают бульдозером. Вам нравится чувство вины. Вам нравятся эмоциональные качели, которыми он вас подвергает. У парня явно, либо это очень то, что он делает, два варианта может быть, да. Это про человек именно с каким-то расстройством личности, да. У него какие-то проблемы личные, какой-то может быть, ну не знаю, может быть проявление какого-то пограничное что-то, да. Это может быть пограничник. И либо это нарцисс. Но для описания нарциссов там очень малая информация, но просто именно вот так эмоционально нарциссы часто выстраивают вот этот холодный душ, чувство вины. Очень на это похоже. Но это может быть и не нарцисс, а просто человек с определенными проблемами психики своей. А вы невротик подключились в эту игру и вам в кайф, да. И к нарциссу невротик тоже с удовольствием подключается, потому что любит страдать. И на невротика почему вы, скажем так, да, похоже? Потому что вам уже явно делают больно, над вами издеваются. Вам другие люди говорят, его близкие, кто его знает с детства, с рождения, говорят, отстань от него. Перестань это делать. Увди уже. Ты видишь, он не может. Он с собой не справляется. А они правильно делают. Они боятся за его жизнь. Они видят попытки, разговоры уже, угрозу суицида. И тут вы вообще в какие игры дети играете? Мне кажется, вам лет, если вы студенты учитесь, чем по 23 года где-то, это не шутки. У мальчика проблемы определенные есть. Вы в это подключаетесь, так как невротик. Эти могут шутки довести действительно, когда он может угрожать. Но шутки это игры, я такое, да, слово утрировано. Когда он будет угрожать. И когда-то, например, он действительно нечаянно сорвется с окна. Понимаете, о чем я говорю, да? Будет перед вами упендриваться в видео в WhatsApp, звонить, типа он весится, да, возьмет нога, соскользнет, и он повиснет. Никто его не спасти не сможет. Понимаете, к чему? Это игры опасные. Мальчик себе не отдает, а что-то, что он делает. Это история не про менталитет, не про турков. Это история про человека, у которого проблемы с его психикой. Совет вам, вы попросили, да, мнение мое. Мое мнение, как психолога, было такое. Я вам по правде рассказала, что как есть. Это опасная история. В это играть не надо. Заблокировать, расстаться, прекратить это общение, один момент обрубить. Это самое лучшее, что вы можете сделать ради него. Но вы делать не хотите, потому что ваша вторичная выгода. Внимание. Вы на эту игру разрушительную, выжимающую идете, потому что вам это привычно. Вам нужно посмотреть, что он повторяет. Какие ваши семейные взаимоотношения с родителями папу, возможно, либо вы это в семье видели, либо вообще в принципе к вам так подобным образом папа относился, люблю, не люблю, вот эти все невротические. Откуда у вас невроз пошел, да? Вам надо понять, что это, ля-ля, любовь. Как может быть, я всегда говорю, нормальная, здоровая психика человека воспринимает любовь ту, в которой тебя любят. Человек, когда любит, он не хочет делать больно, не издевается, не говорит, я с тобой, не с тобой, от этих качелей не происходит. Спокойно, возможно, отчасти скучно, но люди живут и наслаждаются процессом. А когда идут качели, это уже нездоровая ситуация. То есть, любовь не равно боль. Вам только выводы остается делать. Просто так остаться с ним и выйти из таких отношений не получится. На ложку, два горошка – это не та ситуация. Извините, это правда. И честно скажу, зачем оставаться в этих отношениях? В них захочет остаться человек, которому нравится боль. Ваш партнер не обещает ничего, перемен никаких, никак не собирается он менять себя, измениться никак не хочет. Что вы ждете-то? Лучше не будет. Вам этого даже не обещают. Вам уже трубят и кричат, что родственники – отстань, прекрати хотя бы ты. Он не справляется, он слабый. Ну, хотя бы ты будь умнее, пожалуйста, что в тебе хотя бы есть здравый смысл, прекрати. И честно, в их просьбах есть здравый смысл, потому что просто эти игры очень опасны, я вам рассказала. И брать на себя эту вину всю жизнь, потом с этим жить, если с ним что-то произойдет, вам оно надо? Зачем? Вы заиграетесь просто. Я вам приведу пример, который был месяц назад, здесь в Стамбуле, с другом моего супруга. Год назад мужчина, ему 50, где-то 50-55 лет. Год назад он женился во второй раз на девушке, ей где-то 38 лет. Это его второй брак. Это партнер по бизнесу был моего мужа знакомый. Не прям супердруг, но, в общем, мы на свадьбу не пошли, но муж ему занимал деньги, как бы на свадьбу, а-ля, да, на там торжество, банкет и так далее. В итоге это стало нашим подарком на свадьбу, деньги он не просил отдать, да. И они прожили где-то полгода. И у человека явно были какие-то проблемы, я с ним особо никогда не общалась, я его особо не знала. Так вот, к чему я веду? Он постоянно этим же угрозами суицида оказывается, жену свою новую дергал. Он однозначно был в депрессии и так далее. В общем, в очередной раз, это было в прошлом месяце, в мае, в конце вроде бы, я же числа не помню точно, он женой поругался, она собрала вещи, ну там что-то сумку, знаете, покидала, и типа я ушла к маме, отвали, типа, куда-то она ушла от него. А он ей сказала, ты уйдешь, типа, если сейчас обратной дороги нет, я пойду повешиваюсь. И он напился, поднялся на, они как бы в таком большом доме жили, в Сите, на крышу эту открыл каким-то образом, у меня обычно закрытая крыша, на крышу своего Сите дома напился, сделал себе удавку, начал веситься со стула и позвонил ей в видео в WhatsApp. И сказал, если ты сейчас не скажешь, что ты меня любишь, это ненормальная вообще история, понимаете? Шантаж этот, абьюз, ты меня любишь, ты там возвращайся, скажи, что мы будем вместе, вот эта вся история, а то я сейчас повешаюсь. В итоге она сказала, я тебе сказала, что нет. И он повесился. И он упал на самом-то, там как бы непонятно, подсказнулся ли он с нога со стула, он умер, он повесился. И он провисел два дня, это было в пятницу вечером, его воскресенье только нашли. Соседи там увидели, что дверь на балкон открыта. Вот. Почему я это говорю? Что заиграться можно, понимаете? Эту девушку, она не пришла на похороны, потому что просто проклинала вся его семья, она во всем виновата в их глазах. То, что у человека была, у него проблемы с головой, депрессия, там много чего вообще у него было, и никто из родственников ему не помогал, да? Он это подавлял. Это нормально, виновата она. Вот я как психолог, я вообще не виновата. Это был шантаж. Она правильно сделала, что она ушла. На ней нет вины за эту смерть. Но ее вся родня, друзья, все винят в ее. Она с ним полгода прожила. Она им там не 20-30 лет с ним прожила, понимаете? И человек сейчас с этим живет. Вот я к чему, вам пример из моей жизни реально. Я вам просто, девушка, кто написал автор письма, задумайтесь, пожалуйста, что вы делаете? Просто вам потом с этим жить. Не дай бог, до чего такого что-то произойдет. Жду ваших комментариев на эту тему. Моя идея только подобные случаи, когда вы шантажируете самоубийством и так далее, отправлять человека к психиатру, даже не к психологу. Психиатру сразу. Все там гораздо, скажем так, проще. Это человек однозначно, который производит такой шантаж в своей жизни. Проблемы с психикой, депрессия, как правило, что-то такое есть уже, что есть повод обращения. Суицидальные, в принципе, вообще угрозы, это психиатрия уже. Не просто к психологу. Лучше так. Так что делаем выводы. Пишите комментарии, кто в подобном шантаже оказывался, в подобных историях или что-то такое знает. Что вы девушке посоветуете сделать? Я считаю, что история очень опасная. В это не надо играть. Я под видео всегда оставляю в комментариях мою почту, куда вы можете писать ваши истории либо записываться ко мне на консультацию как психолог. Спасибо за внимание. Всем пока.